Добрый вечер, мы продолжаем ротокодыш, мы добрались до восьмой главы и у нас на сегодня запланировано три первых абзаца. Мы начнем с вопроса, как принято, но вопрос мы немножко сделаем провокативным, как принято не всегда, я не очень люблю провокативные вопросы, но сегодня как исключение. Чува – это исправление. Мы сказали, да, очень хорошо. Чува – это исправление. И мы все хотим и жаждем исправлять себя, мир, ну там, лучше, конечно, мир, чем себя, но неважно. Как-то быть тихончиком – это нормально, это хорошо. Хорошо. Вопрос тогда. Если все так классно, то почему же мы все уже давно не превратились в каких-то там высших праведников, не сделали все шуву, как положено и так далее? Почему мы как бы, скажем так, почему от слова «жува» или «исправление», кроме того, что это хорошо, иногда мы вздрагиваем? Вот так вот, вот так вот зададим их. Ну, потому что нет же предела самосовершенствования. Вот каждый раз, и мы чего-то достигаем в своем разумении нового и стремимся это, ну, как бы, овладеть этим, то есть исправить. И дальше опять, опять. И так до конца. Хорошо, правильно. Еще. То есть, оно в динамике. Понятно. А мне кажется, это трудно очень признать, что ты совершенно неправильный. Тебе кажется, что ты, вообще так, я привык себя во всем оправдывать. Что себе, ну, как бы, объяснять, что я… Отлично. У меня не было выбора, это я не мог, это я не справился, но я не мог справиться. Отлично. Сложно. Я в порядке, на самом-то деле. Не хамо сказать… В порядке все оплачиваем. Я еще больше… Очень трудно вдруг взять, это как бы отказаться, как вот часть своей личности. Кажется. О, это уже хорошо. Хотя на самом-то деле глубже. Хотя на самом-то, конечно, знаете. Одна из страхов, что, чтобы исправиться, мне будет нужно отказаться быть собой. Очень сильный, очень внутренний, очень настоящий страх, он не по теме нашего урока на сегодня, но это, безусловно, очень серьезная преграда для Чувы, и если не дать, ну, не заняться этим, это действительно очень, может быть, серьезная и правильная преграда. Нам кажется, что это, в общем-то, изменить своей сущности, вот я такой, я вот треугольник, из меня хотел сделать круг, а я не хочу, я треугольник, как бы, с какой стати, окей, вы мне сейчас будете долго взять, что-то так более правильное, но я-то треугольник. Но это же как бы зависит от человека, что такое я, оно же тоже меняется, и человек меняется в своих размышлениях, пониманиях… Спасибо, отлично, но вы уже идете на ответ. И, соответственно, в чем разница между изменением, которого я хочу, и которого я не хочу? Если я сам себя меняю, это нормально, но я боюсь, что меня кто-то поменяет. Когда я сам себя изменяю, когда я сам признаю, что в чем-то у меня неправильно что-то, это меня не страшит, потому что я понимаю, что я продвигаюсь, и нет страха, что я прекращу быть я. А когда кто-то от меня требует быть чем-то другим, страх этот остается, а вдруг он от меня требует, чтобы это был не я. То есть это источник изменения, им идет изнутри человека или снаружи там, это может быть там требование общества, или там требование Бога. Так, и хорошо, хорошо, значит, страх неудобно, это самое, мы сказали сложно, мы сказали страшно, мы сказали динамика, отлично. Кто-то еще хочет что-то сказать? Мне кажется, можно, я не знаю, кто хотел сказать, наверное, что-то, я кого-то перебила, просто я хотела сказать, может быть, наоборот, я не знаю, у нас возможности слабые, что мы до сих пор еще неправильники, как бы сказать. Сил недостаточно, мы маленькие и слабые. Маленькие, слабые, нам еще расти, расти, в общем, как бы мы еще мало что делаем, надо больше делать, допустим, не знаю, ну как-то так, что мы, а что мы такого особенного делаем-то, нам надо вот прям, не знаю, в 10 раз больше стараться, чтобы что-то достичь, ну как-то так. Не знаю, как-то мне меньше нравится, маленькие и слабые, так как бы, у нас всегда и в рябке, как бы, я маленький, инфантильный ребенок, что ж ты меня спрашиваешь? У меня вообще сил нет. Вы хотите, чтобы я тут так подорвала, а у меня нет, просто пуколку дали, пистолетик маленький, мне нужно серьезный фугас, а у меня его нет, что делать? Анна, а ведь нельзя сравнивать себя с кем-то другим, надо сравнивать себя с прежним? Хорошо. Иначе это будет депрессия и так далее. Правильно. Но даже я сам себя с прежним, как бы, продвинулся гораздо меньше, чем мог бы. Я, посмотрев в зеркало, это могу себе четко сказать. Ну вот это отчаяние, помните, мы говорили на каком-то самом начальном уроке, что отчаяние хуже греха? Да. На каждом уроке почти. Нет, но речь-то не об отчаянии, речь о том, что вот кем бы я мог стать и вот кем я на самом деле являюсь. Вот есть у меня некий идеал, вот какой я бы, кем бы я должен быть, а я на самом деле даже еще пока, еще мне пока до этого далеко. Вот как-то так. Уж я не говорю о том, что сравнивать себя. Ну ладно, хорошо, не сравнивать. Ну все равно даже. Я самый лучший. Я лучший. Я тот, кто есть. Я еще не лучший. Окей, отлично. Значит, все ответы правильные. Разминку мы закончили. Кто-то хотел сказать? Да, пожалуйста. Таня? А я имела в виду, что нужно по силам брать, иначе будет тоже... Безусловно, конечно. ...жизнь, разочарование. Потихонечку, по своим силам, иначе перегнется в спина. Это, безусловно, верно. Это очень правильно. И это, кстати, у Рава будет написано однозначно. Хотел добавить еще? Да. Ответ на вопрос, наверное, заключается в том, что между знанием и реализацией стоит еще желание, во-первых, человека к этому исправлению. Потому что все, что мы проходили до этого, это было на уровне знаний. И потом это практика. Практиковать свою жизнь не нужно. Отлично. Отлично. Я ни про него не думал. Отличный ответ. Очень здорово. Есть напряжение и расстояние между пониманием головой, и пока это проходит мне внутрь, становится желанием и частью меня, а после этого я начинаю это делать, получается, не получается, пока это не входит в рутину. Все здорово, отлично, очень хорошо. Приятно с вами урок давать. Итак, на этом мы разминку закончим. Я добавлю свое. Это не мое мнение. Моих мнений у меня же в последнее время нет, к сожалению, но вот я сейчас на таком этапе. То есть не держу мнение, я сейчас губкой работаю, то, что Рава начитал, то я и выдаю обратно. Прошу прощения. Прошу прощения. Хороший человек, конечно, звонил, но я не успел телефон отключить. Теперь будем услышать. Итак, есть еще одна причина, она немножко, вы ее немножко коснулись. А причина очень простая. Больно. И неприятно. Нехама немножко что-то похожее сказала. Это неприятно и больно. Чува – это исправление, собственно, недостатков и признания. Это процесс болезненный. А мы, как, не очень любим боль. В нашей главе Рав, они сейчас будут относиться именно к этой части Чувы. Больно. И что с этим делать? И как это выглядит вообще? И как всегда, после этой главы, после Рава, может быть, или нам будет немножко менее больно, или, может быть, настолько же больно, но немножко более слабо. А теперь давайте приступим к тексту. Только на полсекундочки я отторвусь. Так, все видим. Текст, да, по минуте. А, конечно, у меня просьба. Кто может и видит, сбросьте, пожалуйста, из чата в... Значит, текст есть в чате, как всегда. Кто может сбросить текст из чата в мой Facebook, это будет здорово. Итак. И это самое. Я всех поздравляю и с Новым годом, и с тем, что мы уже добрались до восьмой главы. Боль греха, страдание от шувы и исцеление ее сверху. Боль, которую чувствуют при начальных пробесках идеи от шувы, происходит от разрывов. Ведь плохие части души, которые не могут быть исправлены все то время, пока они составляют с ней единое органичное целое, портят всю душу и наносят ей ущерб. Но благодаря чушуве они уходят, отрываются и искореняются из основы души, как она есть в своей сути. А каждый разрыв приносит боль. Подобно боли от ампутации испорченных органов и отсечения их в медицинских целях. Остановимся здесь. И я хочу вас спросить такой вопрос. Что вам показалось самым интересным или самым странным или самым необычным из того отрыва, который мы сейчас прочитаем? С вашего позволения, я прочитаю его еще раз. Боль, которую чувствуют при начальных пробесках идеи от шувы, происходит от разрывов. Ведь плохие части души, которые не могут быть исправлены все то время, пока они составляют с ней единое органичное целое, портят всю душу и наносят ей ущерб. Но благодаря чушеве они уходят, отрываются и искореняются из основы чушевы, какая она есть в своей сути. И каждый разрыв приносит боль. Подобно боли от ампутации испорченных органов и отсечения их в медицинских целях. Пожалуйста. Что слово странного, интересного, необычного, с вашей точки зрения, было в этом отрывке? Но они не могут быть исправлены, пока они составляют часть одной и той же, со всей душой. Он что хочет сказать, что если их вырвать, то потом отдельно сами по себе они как-то могут быть исправлены и назад пересажены? Просто действительно по структуре непонятно. Я бы еще сказала, как мы можем сказать, что в душе есть в принципе какие-то части, которые могут быть оторваны, отрезаны. То есть разве душа не представляет собой единое, неделимое, целое? Как можно от души взять и отрезать? Сказать, какая-то часть хорошая, какая-то часть плохая и взять ее отрезать. То есть вот это, кажется, мне лично странно. Мне было странно тоже, что... С вашего позволения я начну записывать, чтобы я смог отнестись ко всему. Ну, значит так. Еще точку, прошу прощения. Ширель, сказали вы, что... А, как это в душе есть плохие части? Еще Нехама задала вопрос первый. Я это записал. Угу. Да. Да-да-да, продолжайте, пожалуйста. А вот вопрос был такой еще. А почему вообще, откуда в душе человека что-то плохое? Это благоприобретенное, это врожденное, это что вообще? Что это за какие-то недостатки? Это откуда они вообще у него взялись? Это откуда там, не знаю, из каких-то предков, от, не знаю, наследственность плохая или что это вообще? Ну, секундочку, секундочку. Мой любимый сын загладел, как это, клавиатура от компьютера. И уже начало быть интересным. Так, продолжу с вашего... Итак, вы спрашиваете, откуда в душе какие-то плохие части? Они благоприобретенные, они врожденные и так далее. Это немножко похоже на вопрос Нахамы, да. У меня еще вызвало вопрос, то, что... Да, все мне похоже, по-моему. Я возражаю. Еще раз. У меня вопрос вызвало то, что там говорилось о плохой части души, да, которая делает плохой всю душу. Как-то получается, что если одна хоть малюсенькая часть души испорчена, то вся душа испорчена, получается. Как часть портит целое? Ну, как омлет. А мне вот... Ну, как... Это все, конечно, условные термины, что там вот часть, плохие части, это все понятно, мне кажется, и что они отходят куда-то. Но вот это мне что-то вспомнилось, когда ногу человеку отрезают, или там руку, то у него еще есть такое чувство, что она как бы у него есть. И, наверное, это тоже происходит, когда и в духовном плане. А это какой-то синдром, я забыла, как он называется, но человек чувствует, что вот у него эта нога, она есть, рука есть, хотя и не тоже. Бывают фантомные боли. Фантомные боли. Фантомные боли. То есть, когда болит орган, которого по факту нет уже. Да, может, это тоже имеется в виду здесь. Вот это боль, разрыв этот. Окей. Хорошо, давайте отнесемся к тексту. Значит, по поводу фантомных болей, мне кажется, здесь речь идет не о том, а именно в самой процедуре отпиливания ноги, это больно. Вот когда ее пилят, это больно. То, что потом она продолжает болеть, это может быть правильно и хорошо, но мы, мне кажется, сейчас не об этом. Мы о том, что мы ее не отпиливаем, мы ее, в общем-то, рвем с мясом. Это вот как бы вот такой вот орган, который вот так переплетен, и мы его рвем по-живому. Это так, мне кажется, то, что здесь у нас написано. Теперь, значит, как часть портит все? Ну, мне кажется, то есть, мне кажется, что это понятно, и с жизнью мы это можем видеть. Какой пример? Ну, не знаю, с едой там какая-нибудь небольшая добавка, которая не так всю еду делает. Не знаю, немножко кислятинки куда-нибудь, что должно быть сладкое, и не будет уже совсем не то. Или, наоборот, сладости, что должно быть острым. Сейчас болит горло, а страдает весь организм. О, да. Да. Эти примеры, они есть. Ну, действительно, но это да, то, что здесь написано. Небольшая или вообще часть нехорошая, она портит все. Да. И мне кажется, что и в моральном плане это тоже можно понять. Когда человек в чем-то оказывается испорченным, какие-то его свойства душевные, плохие, то и добрые дела, которые он делает, они тоже обесцениваются в каком-то, или какие-то позитивные вещи, которые он делает. к сожалению. То есть он уже делает их не с теми намерениями и так далее. Мне кажется, что вы говорите, это правильно, но к этому тоже нужно подходить аккуратно. Мы не хотим оценивать действия человека до тех пор, пока он не стал абсолютным правильником. Тогда у него нет дороги как быть вперед и вверх. Если мы говорим, то, что ты делаешь, пока ты совсем себя не... А как ты будешь себя улучшить, если... Не то, что они совсем становятся ничего не значащими, но они имеют меньшую цену, чем если... Меньшую цену. Да-да-да, то, что я имел в виду. Это верно, что вы говорите, но к этому можно аккуратно подходить. Потому что я делаю что-то не для того, чтобы там не ради небес, а ради собственного эгоизма, из страха, из... Отлично. Это хорошо. Это безусловно хорошо. Но может быть... Поэтому, что я делаю, оно не только... Не только потому, что я его не с правильных намерениями делаю. Само действие будет нехорошо. То есть я не буду делать это... Хочу быть с вами, но немножко... Да, не будет плохо, а будет хуже, чем могло бы быть. Еще раз, если мы начнем сейчас... Прошу прощения. Не до конца хорошие, правильные действия говорить, что они ничего не стоят. Отсюда до отчаяния полшага это любимая работа нашего дурного начала. Все, что делаешь, ничего не стоит, и все. Если не там, то да, конечно. Я, с вашего позволения, пройдусь, значит, дальше. Есть ли в душе плохие части? Есть. Душа сама делится на... Специально для этого на разные уровни. В высших уровнях нет плохих частей. Чем ниже, тем есть их потенциальная и реальная возможность, чтобы они были. Есть. И мы знаем. Итак. И теперь я подхожу к самому концу. В общем-то, то, что сказала Нехама, это то, что меня действительно здесь поразило. И мне кажется, это принципиальное отличие Равкука от, допустим, ну вот, от много чего того, что меня слышали. И мне кажется, допустим, так же от... Ну а там мусор, допустим. Да, безусловно, это вот для меня самое большое здесь потрясение. Рав говорит... Он не говорит, что дурные качества души не могут быть исправлены. Нет. Просто, чтобы их исправить, их нужно сперва отодрать. Это безусловно, то, что здесь написано, это очень-очень важно. Это очень важный хедуш. Мы их не выбрасываем ни в коем случае, они нам будут нужны. И гордыня нам будет нужна, и злость нам будет нужна, и вспыльчивость нам будет нужна. Но первым этапом их нужно отодрать от души. Пока они внутри часть, пока они вплетены как бы внутрь, они портят собой все. Но это Билл теперь. Здесь я немножко как бы начинаю уже думать сам, давайте подумаем вместе. Помните, мы учили про роковые яйца? У нас там были змеи и яды, все. Мы там учили про строение души, где и там про внутреннюю войну человека, сказали, что есть три разные войны. Есть воображение, чувственность, которые воюют с разумом, и они все вместе, и разум вместе с воображением, и при этими самыми, да, вот, ну, помогите мне. Там страсти всякие были, страсти. они все вместе опять... Плоткие страсти, потом духовные темные страсти они все вместе воюют с верхним духом, который над разумом. И там у нас была одна очень интересная тоже идея, что когда высший дух побеждает, в отличие от того, как побеждает разум, разум победил, победил, все. А когда высший дух побеждает, то там произойдет интересная вещь. Не только разум поднимается выше, чем он был, но также нижний этаж, они тоже поднимаются и начинают служить святости, и воображения, и страсти, и так далее. Но вот там Раф делает, как это, он разделяет, он пишет там так. Части, которые не могут быть исправлены, прячутся по своим нормам, а все остальное поднимается и начинает служить святости. На самом-то деле, это интересный вопрос, и у меня нет на него четкого ответа. С одной стороны, мы говорим, что все должно быть исправлено, и все будет исправлено. Это очень четкий посыл юдаизма и безусловно Раф Кука. С другой стороны, вот даже Раф Кука в том отрыве, который я привел и в Кабале, мы говорим про какие-то низшие ступени бытия, которые не могут быть исправлены. Сферот тмиот, всякие там ситрахра, всякие нижние клепот, которые самые-самые нижние, есть такая идея, что есть что-то, что не может быть исправлено собственно. Так вот, я не знаю ответ на этот вопрос. здесь, допустим, Раф четко сказал, что здесь мы делим душу на две части, не на хорошие части и плохие части. Что такое плохие части? Это те части, которые портят все и не могут быть исправлены, пока не часть всего. Как это? Миклай лава не шумая Кевин. Из того, что нет, я слышу да, они не могут быть исправлены, как Михайлов правильно сказал, это то, что мне очень сильно звенит. Они не могут быть исправлены, пока они внутренние. Когда я их оторву, есть возможность безусловно их исправить и вернуть как отдельно. Это кстати общий принцип. Мы разделяем общую такую кашу энтропийную на разные части. Ты такой, ты сюда, ты другой, ты туда. Каждый сам по себе после отделения кристаллизуется, после чего можно синтезировать обратно. Но сперва обязательно разделить. Здесь то же самое. После разделения, видимо, это не написано здесь прямо, здесь написано четким намеком. И он очень важен для меня. После разделения эти плохие отрицательные стороны нашей души безусловно могут быть исправлены. А все ли до конца не очень хочется сказать, что да. Но не знаю. Но по крайней мере большинство как бы четко безусловно да. Если исходит меньшинство, которое не может быть исправлено вообще, не знаю, наверное тоже есть, но опять-таки не знаю. Но это для меня здесь безусловно большой-большой и разница учения рават, допустим, каких-то других вещей, которые я слышал, и какая-то большая новость. Это для себя как бы тоже что-то, с чем можно идти дальше. Даже плохие качества души могут служить нам, и они нам нужны. Сперва их нужно отодрать, а потом у них будет потенциал исправления. Данахан. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но то, что я хотела сказать вначале, что пока они часть души, это часть тебя, ты не можешь их воспринимать эффективно, оценить, отрегулировать, скажем, потому что это я. Вот я такой, меня это обижает, меня это раздражает, меня это я этого не выношу, а наоборот, я этого очень хочу, а когда я это вот вырну, это положу отдельно, это уже не вне связи с этим я, я могу как-то отрегулировать и найти ему правильное место в душе. Может быть, но хочу в душе. Потому что до этого, но именно поэтому это и страшно, потому что это кажется, что ты вырываешь часть своей души, а на самом деле это просто какой-то может быть совсем оно вот смотрите, мне кажется так, есть такой пазл, который сложен неправильно. О, отлично, хорошо, хорошо. Ты впихнул этот самый кусочек неба вот куда-то впрут и наоборот и все работает неверно. Вот когда ты их вытащишь, ты на них посмотришь поставь их на правильное место, вот тогда она будет работать нормально. Но пока тебе кажется, что это твоя картинка, ты уже ничего не страшно что-то менять. Писано хамов, большое спасибо, вы мне очень помогли, безусловно. И это нам сейчас немножко помогает. Вот сложный вопрос был в начале, вы меня хотите переделать, мне нужно от своего я отречься, а я не хочу очень красивый ответ. Я отрываю от своего я часть с тем, чтобы потом ее вернуть, не с тем, чтобы ее выкинуть, с тем, чтобы ее вставить на правильное место. У меня ухо выросло на месте носа. Это, конечно, мое ухо, но его нужно отсюда оторвать и сюда приклеить. мы его не выбрасываем, мы его тебе оставляем. И это очень красивый ответ именно на сложный, действительно глубокий вопрос изменения от шува, это отречение от собственного я, я не хочу. Каждая часть, которая от тебя будет оторвана, тебе будет обратно приклеена. Просто если хвост у тебя растет на плече, это не место для хвоста. Нужно его от плеча оторвать, да, и приклеить его вниз спины. Да, именно так. Большое спасибо и безусловно так же с пазлем, который неправильно сложен, то же самое. Туда очень хорошая, мне очень понравилась ассоциация, потому что да, я его разобью, но не с тем, чтобы его размести по углам, это как бы я, а с тем, чтобы его сложить в более красивую картинку, это будешь более ты, чем ты был в начале. И именно так. Отлично. Большое-большое спасибо, ну, и теперь с вашего позволения продолжим текст. А можно, можно, если возможно, привести пример, потому что не совсем понятно. Если мы говорим, например, об эмоции, да, вы приводили пример с гневом. Например, я считаю, что каждая эмоция, она имеет и положительную сторону, и отрицательную. Потому что есть и гневи праведные, например, когда необходимо действительно проявить этот гнев для того, чтобы исправить общество, например. А есть гнев неправедный. Или даже та же любовь, она может быть во благо, а любовь может быть и вообще и наоборот, послужить, навредить вместо того, чтобы принести исправление какое-то. То есть я считаю, каждая эмоция, она окрашена по-разному может быть в разных ситуациях, и не совсем понятно, что значит оторвать, посмотреть и потом вернуть. Это как, отказаться полностью от этой эмоции нужно или как? Не-не-не. Во-первых, мне кажется, хама, отнеслась к тому, что вы говорите. Это не об этом может быть эмоция, но эмоции сейчас мы тоже пытаемся разобрать. Да может быть, не знаю, там человек, он скупой, человек, он жестокий, человек, он любит убивать. Вот такое. Всякие у него могут быть отрицательные это самое, свойства души. По поводу вы абсолютно правы, что все проявления души, безусловно, они нужны. Не просто так. Но часто действительно с тем, чтобы какие-то эмоции в правильное русло вложить, нужно не поддаваться, как бы это, мне кажется, немножко с хабадом связано. Они говорят, что все должно быть под властью разума. То есть, я не под влиянием эмоций на кого-то наорал. Я понял, что в данном случае правильно покричать, я наорал. это по-разному действие. Для того, чтобы прийти с первого, второго, не нужно облуждать мои эмоции полностью, чтобы они были под моим контролем. Потом я решаю. Вот сейчас правильно действительно психануть, сорваться, это самое, и тут разбомбить все. Или наоборот, да. Сейчас я понимаю, это, конечно, все там ми-ми-ми, кошечки, и все, и любовь. На самом деле, это не место для любви. Как бы, не знаю, это, у меня есть семья и дети, это самое, здесь любви мы жестоко оборвем и скажем, мне сегодня, дорогая, подожди. Абсолютно верно. Вот для этого нужно быть не под властью своих чувств, а именно, чтобы разум был вносителем этих чувств. Для этого нужно, как бы, теперь, не обязательно чувствовать, это могут быть какие-то отрицательные свойства. Соответственно, основная работа человека, она по своим предварительным свойствам. Мы не требуем от гения в математике, чтобы он занимался в служении английским. Себе и миру пользу от него будет, чтобы он будет заниматься математикой. Но, безусловно, его испытания будут в противоположность его. Тот, кто призван, свойство милосердия, он работает и служит в будущем милосердием. Но, воспитания будут очень жесток. И наоборот. Человек, который жестокий по природе, он будет отличным воином, великолепным генералом. Много есть, куда его применить. Но для этого нужно сперва, вот именно, да, то есть, в общем, с одной стороны, безусловно, любое свойство, мы говорим, его не ломают. И оно нужно в чем-то. Но это уже более высокий этап постижения. И гордыня, и скупость, и все то, что мы считаем плохими, и жестокость, для всего есть место. Это да, но это второй этаж. Первый этаж, это есть положительные свойства души, есть отрицательные свойства души. положительные мы продвигаем, отрицательные мы тормозим. Второй этаж, второй этаж, это действительно постижение того, что вы говорите. Отрицательных нет вообще. Даже отрицательные, то, что считают отрицательными, есть ситуации, когда ими нужно воспользоваться. Например, гордыня личная, это плохо. Гордыня национальная может быть когда-то хорошо, на войне допустим. А иногда и личная гордыня может быть ей место. Если не ей самой, то хотя бы тень от ее тени. То есть, какая-то совсем-совсем маленькая доза, какое-то отрицательное свойство души есть. Но опять-таки это второй этаж. Первый этаж до положительного свойства души нет отрицательных. Но только что раб говорит, здесь действительно нет отрицательных. Мы их не выбрасываем. После того, как мы их вырвем из вот этого моего я, как Нехао мне очень хорошо помогут, и отложим их в сторону. Мы их можем вернуть. Ага, гордыня, тебе хорошо быть вот здесь и вот столько. Иди назад. Но вопрос был хороший, я не знаю, ответил я до конца, но да, нахожу. Это может ты хорошо и можно на каком-то этапе управлять своими чувствами с помощью разума. Ты там готов взорваться на всех нарать, но ты говоришь себе, сожми зубы и улыбайся и сейчас тут не подходит. Но мне кажется, говорить здесь о большем, что когда ты правильно отрегулируешь вот эти свои свойства, у тебя даже и нет желания на кого орать там, где ты не по делу. То есть они, находясь в правильной картине, у тебя нет желания орать на ребенка, который вечером врос шана, наделав белую рубашку, тут же залез это самое, стал есть этот самый гранат, и все вокруг забрызгала себя в том числе. И вот такой замечательный праздник там всем испортил, и начнешь на него кричать. Это я взяла пример из какой-то лекции. Мне самой лично никогда в голову не приходило, но я так себе представила такого аккуратиста, страшного отца, которому хочется, чтобы все было беленькое, беленькое, а вон весь гранатовый брызг ребенок. И как он вот... И то, что пришла из головка, из сестра жены, и он хочет показать, какой он классный, какой он сын, герой, умный. Но на самом деле, если у него правильно устроена душа, ему даже не захочется это, ведь это же праздник, это же я вам один, и что я буду мелочиться на таких вещах вообще это как бы не подходит. Ну, то есть, это две разные позиции. Я думаю, что вот Рам говорит о более высокой такой уже степени исправления, когда твои свойства, они уже исправлены, они свойства души, они уже не посылают тебе неверные всякие соблазны. Ну, согласен с вами, безусловно. Согласен, безусловно. По поводу граната я приведу случай жизни, не помню, где там это самое, но где-то там рядом с нами там произошло, что в каком-то похожем, похожей ситуации это самое, ребенок залез на стол и оттуда пописал. Вот. И все может быть и нормально как бы это самое. Да, безусловно. Я согласен. Конечно, Рам говорит на более высоком уровне и обратите внимание, да, примерно приходится выдумывать все время самим. Рам говорит как это, Клолин и Крунот как-то будет по-русски. Помогите. Забыла слово. Принципы. Принципы, да, он говорит принципы, а вот додумывать примеры нам все время приходится самим и это в общем-то будет регулярно, это все время продолжим с вашего позволения, но мне самому тоже очень интересно. это самое задекларированные три абзаца мы, конечно, не выучим, нам бы этот закончить. Но ничего. Ладно, не буду мешать, потом скажу. Жирель, вас не разу почему-то помешать, поэтому вы можете продолжать. Хорошо, да, я тогда выскажусь, вот у меня возник какой-то свой взгляд на то, о чем мы сейчас говорили. Дело в том, что, что такое части, которые нехорошие части души. Это, ну, вопрос терминологии на самом деле. Есть такое понятие, как интроекты, то есть ребенок, например, он видит какие-то примеры взрослых и он принимает их в себя. И этот образ мысли, образ поведения, который был характерен для кого-то из взрослых, там, из родителей, или это был дядя, или это был старший брат, он уже становится для него как бы частью его самого. Но изначально это не обязательно есть часть его. То есть, например, у какого-то мальчика был дядя, который все проблемы решал с помощью мордобоя, то есть, позиции силы. И у него сформировалось убеждение, что настоящий мужик это вот именно такой, который все решает с позиции силы. То есть, я сильнее, значит, я прав. И когда он вырос, он стал себя вести вот таким же точным образом. Но мы знаем, что на самом деле это не всегда правильно, и это не самый лучший способ на самом деле решения проблем. То есть, и в чем выход для этого человека, который уже стал взрослым, и который считает способ поведения частью самого себя и частью своего мировоззрения, частью своей личности и так далее. То есть, он должен просто осознать, в какой момент это в него попало, то есть, откуда это пришло. То есть, он отделить, как бы, отделить свое сознание, отделить свою... Раз отождествиться вот с этим, раз отождествиться с этим поведением и с этим мировоззрением, да? И вот это вот и называется то, что раб говорит отделить какие-то части, Потому что на самом деле душа целостна, от нее нельзя отделить какие-то части. То есть, что я могу сделать? Я могу с этим вот комплексом, который связан с каким-то определенным поведением или с каким-то определенным мировоззрением, просто разотождествиться и сказать, что на самом деле это не я. Отлично. Большое вам спасибо. Мне кажется, вы сейчас отнеслись также вот ко многим вопросам, которые были заданы. А как в душе может быть отрицательные части? Откуда они взялись? Вы также, мне кажется, дотронулись сейчас до вопроса. Опять-таки, если я буду делать шву, то это потребует от меня отречься от собственного я. Мне не потребует, потому что часть того, что считаю собственным я, это ошибочно, наносное, это чужое, другое, но вообще не ты. Да, с этим я абсолютно согласен. Но есть место, с которым я не согласен. Мне, то есть, опять-таки, смотрите, строить души я не знаю. Кабалоев серьезно, к сожалению, не учил. Как это все действительно работает, я не знаю. То, что у меня есть, на данный момент, это текст. По нашему тексту, который есть сейчас перед нами, давайте его поднимем, по-моему, да, все-таки, я читаю Рава так, что в душе, то есть, секундочку, то, что вы сказали, безусловно, верно. Есть, безусловно, наносные части, которые пришли извне, и они к моей внутренней сути я отношения не имеют, а я ошибочно считаю, что да, и я себя от них отрываю, и это абсолютно так. Мне кажется, в дополнение к этому, тем не менее, в нашем тексте написано еще и, что и часть моего я, она тоже может быть, как-то сказать, что ее нужно чинить, что нужно исправлять. Даже без всякого там великолепного воспитания, самые лучшие примеры из детства, но тем не менее, в моей личной душе иногда могут быть тоже части, опять-таки, они не абсолютно отрицательны. Но пока они сидят, в моей душе так они сидят, они мешают, их нужно вырвать с тем, чтобы потом обратно приложить. Теперь, это может быть, может быть, что-то среднее, может быть, между тем, что вы говорите, и тем, что я говорю. Может быть, воспитание, вот действительно, человек, очень глубоко в него, какой-то действительно паттерн поведения в него зашел, как вы сказали, там, мордобой шуток, но это уже действительно часть его очень глубокая. Это может быть, как бы, с детства воспитание по какому-то, действительно, русскому. И сказать, вот как бы, знаете, что, давайте я с вами согласую здесь, да. В любом случае, в тот момент, когда это уже, я себя осуществляю, отождествляю с этим, это отрывать, это действительно рвать себя. Это больно, это очень больно. И, но, что, оторвав, мы даже этим отрезательным частям даем шанс на исправление, и себя мы этим лечим. И себя мы этим лечим. Натан, можно? А вот мне ключевым тем словом видится слово «приначальных». Ну, «приначальных» проблесках, идея от шувы, боль. А потом она должна трансформироваться, боль перестанет. Конечно. Но это потом. Это как видится аналогия, ну, выход из Египта, то есть выйти за рамки какие-то. Это выйти за рамки, посмотреть на себя и состыковать с волей Всевышнего. И поэтому это иногда, наверное, больно вначале. Смотрите. Как это? Текст вас очень сильно поддерживает. Я в данном случае, мое мнение, это немножко, как это, комментировать текст. Немножко дальше от того. Но то, что вы говорите, очень сильно опирается на текст. Давайте его еще раз посмотрим. «При начальных проблесках идей шувы». Ну, то есть слова однозначно говорят в самом-самом-самом начале. Мое... Мой взгляд, он как бы... В начале это серьезный кусок. Серьезный начальный кусок шувы, он болезнен. Это раскаяние, это исправление сделанного, это принятие на будущее. Это все болезненная часть. Потом, когда я уже закончил большую часть исправления и души, и мира, потом действительно это переходит в наслаждение и в хорошее ощущение и так далее. Но как бы я... Я бы здесь предал немножко больше вес словам в начале. Это серьезная начальная часть того, что называемой шувы. Это может быть треть, это может быть половина. Пословно слова, я признаю, безусловно, склоняются в то, что вы говорите в самое начало. Слова, они действительно самое-самое начальное. При начальных проблесках идей шувы боль происходит от разрыва. Так что, несмотря на то, что мне хочется поспорить, в данном случае текст, он ближе к вам. Но, тем не менее, давайте попытаемся продвинуться, закончить наш взорваться. И это... Итак, и каждый разрыв приносит боль. Подобно боли от ампутации испорченных органов и отсечениях медицинских целей. Это страдания наиболее внутренние, благодаря которым человек выходит на свободу из темного рабства своих грехов, низменных наклонностей и их горьких последствий. Это мы учим из того, как следствие того, что сказано про зубы глаз, что раб выходит из-за них на свободу. Что здесь имеется в виду? Это законы про нееврейского раба. Раба по Торе можно бить. Но, но, если ты побил и раб остался без зуба или глаза, без любого органа, выбил ему зуб, раб этим выходит на свободу. Это закон. Если раб умирает, хозяина судят за убийство. Там есть разница, умирает сразу или умирает потом. Мы сейчас не будем это касаться, это не наша тема. А наша тема такая. Выйти на свободу это великая радость, и это очень классно и здорово. Это, в общем-то, цель. Одна из дорог этого достичь, это лечиться зубом. Больно. И очень неприятно. То есть... Следующий послуг, который Раф приводит. Счастлив муж, которого накажешь ты, Бог, и из Торы твоей научишь его. Не читай, научишь его, читай, научишь нас. Эти вещи из Торы твоей ты нас научил. Про что? Мы говорим сейчас Тору, которую мы понимаем буквально. В данном случае, в дополнение к буквально, мы понимаем ее так же аллегорически. Чува, ее болезненная часть в начале, это для того, чтобы получить гораздо больше, как Реваха, гораздо больше выгоды в конце. В общем-то, общая идея о том, что больше вы, это, что называется, того стоит. Потому что, в конце концов, мы получаем и душевное спокойствие, и исправление себя, и мира, гораздо больше и лучше, чем той боли, которую мы приносим. Она достаточно классическая. То, что мы увидели здесь, спасибо Нехами, намеком, что даже отрицательные свойства души, которые приводят к грехам, низменным наклонностям, их последствиям, они неисправимы, пока не часть целого. Когда мы их вырвем, видимо, у них уже будет исправление. Это нас тоже очень сильно успокаивает. Мы закончили первый абзац. Давайте попытаемся перейти ко второму, но до того, конечно, мы сделаем музыкальную паузу. Так? Да, пожалуйста. Кто-то хочет еще как-то подытожить наш первый абзац. Знаете, что? Нет, я извиняюсь, мы делаем по-другому. Мы не перейдем сегодня ко второму абзацу. Мы сейчас подытожим в спокойном формате, не бегая на перегонки со временем. В спокойном формате мы подытожим наш первый абзац, и на этом мы и закончим. Следующий урок будет, мы начнем со второго абзаца. Наш первый абзац достаточно важный, чтобы его спокойно подытожить. Да, пожалуйста. Я хочу подытожить тем, что я вспомнил пример, который приводил ваш коллега на одном из уроков. Он приводил пример того, что проблема человека может являться не только то, что вы назвали скупость, а может быть, наоборот, излишняя благотворительность, когда человек может полностью всю свою зарплату отдать к какому-то случайному прохожему, который у него попросил. Притом его семья остается без средств к существованию. Вот, и получается, что тогда страдает не только он, а его семья. То есть, можно так образно определить, что это страдает. Тогда страдает вообще душа в Торе, она ассоциируется с жизнью, да? Душа — это кровь, а в крови — жизнь. Вот, и получается, что вот как-то можно трактовать так, что он свою жизнь портит тем самым. А мы читаем здесь по тексту душу портит, да? Этим своим качеством. То есть, он таким действием испортил жизнь своей семье, ну, по крайней мере, там на какой-то до следующей получке. Это так, это грубо говоря. И получается, исправление тогда, как назвал, назвал Раф, он сказал, исправлением это должно послужить острое отсечение. То есть, он должен в какой-то момент просто перестать давать милостыню совсем. Ну вот, совсем. Ему будет больно, неприятно, потому что он к этому привык. Ему будет неудобно в глаза смотреть кому-то, да? Его уже как-то воспринимали там, как человека, благотворителя, мецената. Ему будет неудобно, некомфортно, но зато через это действие к нему придет осознание того, где есть граница, потому что должен быть баланс, и все должно быть сбалансировано как благотворительность, так и должна быть какая-то скупость, которая оправдана потребностью тебя и твоей семьи, например. Ты не можешь все раздать полностью. Ты должен знать, что есть граница, ты не можешь дать больше, чем то, что требуется для твоей семьи, например. И вот получается то, о чем говорила Нехама, это то, что вырвать, это получается действием своим, он полностью на какое-то время от этого отделяется для того, чтобы вернуться к нормальному состоянию, тогда, когда его жизнь придет в норму, то есть можно сказать, тогда, когда и душа в норму придет. Вот такой какой-то пример мне вспомнил, очень яркий к этому тексту. Отлично. Большое спасибо. Я хотела сказать, что это пример, который Майманит приводит Шмон и Пракима, это предисловие к его комментарию на Мишн и обвод. Там он говорит о золотой середине и способ исправления его, это нужно удариться в другую крадость. Мне кажется, это не совсем то же самое. Хотя, может быть, это практическое действие, которое Рамбан предписывает, оно помогает человеку просто практически урегулировать свое равновесие. Часто для нас это имидж наш, он такой, что я была скупой, а я себя другим не представляю. Вот я попробовала быть другим, у меня тоже получилось, вот теперь я могу все это делать спокойно и как для Монеды главное же это разум, управлять разумом, находить эту золотую середину и ей следовать. Ну, просто я должен практиковаться, да. Тут, мне кажется, все-таки немного не то. Тут идет речь о другой точке не то же совсем не то, но по другим углом это все Рамб показывает. Я вот думала про что нет большой разницы на самом деле между тем, что мы говорили сначала и тем, что Шелель приводил пример. Потому что каким образом происходит искривление, искажение каких-то душевных качеств, это может быть разными способами, в частности таким способом, как усвоение каких-то неверных схем поведения и таким образом просто у меня в душе что-то искривляется, я неправильно себя воспринимаю, неправильно мир воспринимаю, реакцию у меня неправильно. Так что это в общем-то одно рядом с другим или сочетается с другими противоречащие друг другу вещи. То есть определенное поведение я может вообще искоренил, но при этом я пытаюсь исправить душевное качество, не дот, чтобы оно работало правильно, в соответствии с моей душой, с моим я. мне кажется, чува возникает тогда, когда человек осознает, что есть воля Всевышнего и то я, которое он хочет, чтобы я этим я стал, и я должен вернуться к этому я, ну или не вернуться, а прийти к этому я. получается, что когда человек осознает, и вот этот процесс начинается между исправлением вот этого несоответствия то, что я сейчас и то, что я знаю, изучаю, познаю волю Всевышнего, и вот этот путь прохожу и возвращаюсь к тому, которое было потенциально заложено в меня. А то, что я сейчас, это то, что я сформировалась в этой ситуации конкретно под влиянием и воздействием определенных обстоятельств. И когда человек начинает изучать и размышлять о воле, о желании Всевышнего, вообще, что он признает, что есть Всевышний, тогда он начинает вот этот процесс вшу. И каждый раз копаясь, он выискивает и вот это в начале, то, что ему приходится понять вот этот диссонанс, оно больно. Это постоянный процесс. Да, я хочу отнестись к вам, а потом к тому, что сказал Ват, с вашего позволения. То, что вы говорите, это да, верно, но вы сами ответили на то, что мне немножко мешало. То есть есть люди, которым действительно это очень сильно поможет, что вот я такой, а мне нужно стать таким, как хочет меня видеть Всевышним, и человек это продвигает вперед ему хорошо. Кого это может страшно напугать, смерцельно напугать. Я вот такой, а меня хотят, даже Всевышний хочет меня видеть другим, опять-таки, мне нужно отречься от себя. Вы сами частично ответили на этот страх, скажем, не отречься от себя, реализовать свой потенциал звучит гораздо менее миаем, гораздо менее страшно. Да, но очень часто вот такой подход, когда вот по-простому, в общем-то нам наплевать, какой ты, ты должен быть таким, таким тебя хочешь видеть Всевышним, соответственно, изволь соответствовать, часть людей может продвинуться, часть людей может очень сильно в рот отбросить назад. Здесь важно понимание, что мы не хотим в конце концов стереть твое я и твое ощущение мира и твое как бы идентичность. Наоборот, как бы максимум, что мы хотим, это каждый драгоценный камушек, это его отмыть от грязи и, может быть, немножко огранить. Наоборот, чтобы все твои грани сверкали гораздо лучше и чтобы ты был не 5-килограммовым булыжником, а красивым и там не за там. Чтобы как бы никто не хочет твою суть, сущность, это очень важно, как бы, твою суть менять. здесь суть она хорошая. И я хочу вернуться к тому, что Казалван в двух словах я полностью согласен. Абсолютно и совсем. Скажем так, своими словами нужно улучшать безусловно и ограничивать не только плохие душевные качества, или качества, которые мы знаем, что они плохие, как там жестокость, хамство, гордыня и так далее. Но их хорошие, качественные обязаны ограничивать, иначе они тоже принесут нам и всему миру только горе. Это безусловно верно и правильно. И то, что все вы говорили дальше, человек, который слишком много дает, ему нужно прекратить давать вообще милостыню и так далее. Но мне кажется, несмотря на то, что все, что вы сказали, это абсолютно верно, мне кажется, это не написано в нашем данном отрывке. Вы говорите про исправление хороших качеств. В обществе считается, что давать милостыню, это хорошее качество, а человек с этим хорошим качеством переигрался, и это стало плохо. Но в общем-то давать милостыню, это хорошее качество. Так считается по крайней мере. А вот не давать считается плохой. Вы говорите, да, но слишком много давать тоже плохо. И не давать иногда это хорошо. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Тем не менее, у меня ощущение, что в данном отрывке Рав говорит про исправление отрицательных душевных качеств. не отрицая того, что положительные требуют огранку и ограничения. И отрицательные тоже нужны. Я отнесся не хамо то, что вы сказали. Да, Да, значит, кто-то еще хочет как-то еще подытожить наш отрывок. Натан, я, может быть, сейчас всех запутаю, конечно, и не в ту сторону, но а не говорит ли на данный момент Рав не о качествах, а о поступках, совершенных неправильного применения качеств. И поэтому речь идет и об отсечении, и о всем прочем. Вот, то есть качества-то они действительно не меняются. Мне кажется, здесь речь идет о действиях, совершенных вследствие, а не о самих качествах характера. Нет? Знаете что, дайте подумать. Хороший вопрос. Вот я тут что-то вот меня осенил. Думаю, какой-то, вообще я плохо отношусь, честно говоря, к слову грех вообще как таковому, потому что оно за собой влечет некие, ну, толкования такого рода. Я склонна больше к словам ошибка, промах, ну, преступление, а не слово грех. И если мы слово грех вот хотя бы заменим на слово грех на иврите это именно промазать, ошибиться, упасть. На иврите у меня такое значение, такую нагрузку имеют. Хэт, корень на иврите это промазать мимо цели. Вот действие, понимаете? Но ведь качество характера именно через действие и проявляются, иначе мы их и не узнаем. Ну, они могут быть, понимаете, качество характера может проявляться как в отрицательном, так и в положительном действии. Я попытаюсь, я попытаюсь как-то это разрулить. Отличный вопрос, мне нравится. Давайте попытаемся, мы душу делим на разные уровни. верхний, средний, нижний. Давайте попытаемся сказать так. Высшая часть души трогать не надо, потому что это действительно я. Это действительно я. Более низшие части души души, да, там может быть какие-то отрицательные свойства характера, допустим, которые, да, стоит изменять. Есть какие-то свойства, которые, опять-таки, проистекают из более высоких частей души, которые невозможно изменить, не разбив человека совсем. А есть, видимо, какие-то отрицательные части характера, которые можно исправить и души, и так далее. То есть, давайте попробуем сделать, примирить, разрезав душу на этажи. Потому что, если вернуться, опять-таки, к тексту, то, да, в конце раб говорит то, что вы говорите. Выход на свободу из темного рабства грехов, низменных наклонностей и горьких последствий. Но вначале, он тут четко говорит, плохие части души, которые не могут быть исправлены все время, пока не составляют в сне единое, органичное, целое, портят всю душу и наносят есть ущерб. Сказать, что это только действие, у меня не поворачивается язык на основании этого. Да, согласна, согласна. Да. Вот я и спрашивала, потому что подзапуталась чуть-чуть, мысль пришла, вот помощь и попросила. Спасибо вам большое. Вопросы хорошие. Мне бы тебе даже меня скульптуру сказать, значит, вопросы хорошие. Но здесь имеется в виду, что все, что происходит, ну, действия, это же проекция духовных вещей, поэтому Равли говорит про эти духовные и так далее. Грехи, конечно, очень часто это производная низменных наклонностей и горькие впоследствии. Это, конечно, производная действия и наклонности, конечно. Тогда с вашего позволения я получу великолепное большое довольствие от урока, от вопросов и дополнений и замечаний всех. Разрешите откланяться до следующего раза. И мы сегодня это самое повторили урок и на Фейсбуке, и в Зуме. Все приглашены на следующий раз. А сейчас, кстати, для желающих, я думаю, мы перейдем всем. У нас начинается урок в ноябрите. Я надеюсь, что и тоже должен быть на Фейсбуке. С Новым Годом! Всем добрый вечер! Спасибо всем героям, которые пришли на урок. Спасибо вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok